Приветствую вас, Светлана! Я думаю, что вы не совсем правильно, не совсем точно, не совсем корректно и верно задаете вопросы. Потому что все ваши вопросы, которые вы пишете, это скорее из области погадать и предсказать. Психологи же этим не занимаются, психологи анализируют материал, который предоставляется клиентам и работают именно с ним. Также психологи работают именно с проблемами людей, в данном случае с вашей проблемой. И на вопросы ваши я конечно отвечу, но хочу сразу сказать, что это не главное в вашей картине проблемной. Это не главное в вашей истории и это не главное для вас. Более того, наличие вопросов, которые вы задаете, свидетельствует также о проблемах у вас, которые в том числе нужно решать. Какие, я сейчас расскажу подробнее. Итак, вы пишете, очень затяжная ссора с мужчиной привела к тому, что он решил уйти, расстаться. Ну, здесь сразу хотелось бы уточнить, ссора была, собственно, из-за чего? Ну, то есть, у ссоры же ведь есть причина, да? Каждый из вас участвует в ссоре, каждый из вас вносит в неё, в ссору, я имею ввиду, свой вклад какой-то. Да? Да? Так, из-за чего была ссора ваша, к примеру? Какое вы значение этой ссоре придавали сами? Какой вклад, условно говоря, в эту ссору вы, к примеру, привнесли? Ну, совершенно очевидно, что вы, ну, вы вложили что-то, вы вложили что-то в эту ссору. Вот. И вопрос, он на самом деле заключается именно в этом. Именно в этом заключается вопрос. Из-за чего есть начальная ссора. То есть, понимаете, я думаю, вы не будете спорить с тем, что к ссорам приводит наличие проблем. Вот эти проблемы с вашей стороны, именно с вашей, потому что мы работаем с вами, да, сейчас. Мы сейчас и надеемся непосредственно только с вами. Вот. Именно с вашей, с вашей стороны нужно прорабатывать. Понимаете, да? Эммм. О чем идет встреча. Хорошо. Дальше. Эммм. Значит, эммм. Следующий момент, который я хотел бы раскрыть. Вы пишите, что мужчина решил с вами расстаться. Вот. То есть, это, конечно, неприятно, безусловно. Безусловно, это неприятно, что он хотел расстаться. Но. Как бы, как вы это восприняли, что он хотел расстаться? То есть, вы восприняли это как его, к примеру, ну, к примеру, акт доброй волы, допустим. Вы восприняли это как, эммм, ну, оскорбление, эммм, эммм, ну, лично, в себе. Да? Вот. А может быть, что-то еще у вас было? Дальше. Я, я впечатливые подливала масло в огонь, постоянно пыталась с ним поговорить, эммм, что он просто в ярости. А для чего вы пытались с ним поговорить? Зачем вы пытались с ним поговорить? Чтобы что вы пытались с ним поговорить? То есть, эммм, какую цель вы преследовали? То есть, зная, к примеру, что ему, грубо говоря, плохо, да? Эммм, вот. Видя, что ему не нравится, например, с его обыдательным поговорить, вы все равно продолжали это делать. Для чего? А, значит, постоянно пыталась с ним поговорить, что он просто в ярости. Как бы, опять же, да? Как вы к этому относитесь к нам еще в ярости? Как вы, какое значение он этому придает? В последнем разговоре с ним сказал, эммм, хорошо, давай мы оба подумаем, что нам нужно и решим только. В этот раз никто никого трогать и писать не будет. Даже если решим не в свою пользу, я скажу тебе и отдам вещи. Эммм, Светлана. Эмм, как вам сказать? Эмм, вот. По опыту, да? По опыту, моему опыту. По опыту, человек, который говорит, примерно так, уже скорее всего решил, что вместе вы не будете, потому что он как бы, ну, эммм, допускает, 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 что вы вместе не будете. Вот. И, соответственно, ну, если он, эммм, значит, эммм, думает, да, то есть анализирует, если это происходит, то, скорее всего, эммм, он очень близок к тому, чтобы с вами расстаться. А, при этом, при этом его такая позиция, она связана с личными сомнениями. То есть я не увидел здесь, не увидел в его поведении ничего, да, вот пока что, что указывало бы на его любовь. Эммм, к вам. То есть, эээ, я ничего не увидел такого, эээ, что указывало, указывало бы на то, что человек именно любит вас и ориентирован на вас. Ну, хотя бы потому, что я не знаю, из-за чего произошла ссора, да? Вот, мы не знаем, из-за чего произошла ссора. Но, совершенно очевидно, что вот эти вопросы, да, зачем вы делаете это? Для чего вы делаете то или иное? Ну, то есть, как бы, эээ, какой вклад вы вносили в ссору? Для чего вы, эээ, потом доставали его, когда он уже решился, решил расстаться с вами? И так далее. Эээ, как бы, когда вот он предлагал, предложил вам, эээ, подумать, да? Эээ, значит, ну, обоим обдумать, эээ, как и что вообще делать, и как вообще, эээ, жить, налаживать, так сказать, быть. Тоже не понятно, как вы на это согласились. То есть, согласились вы на это, не согласились вы ли вы на это. То есть, нет ощущения, что у вас есть какая-то сознательная, осознанная позиция по данному вопросу. Нет вообще ощущения, что у вас есть какая-либо позиция. И это, наверное, самое главное, что я бы хотел здесь выделить. Потому что ничего о вас не знаю, как бы, да? А вот предположение давать не хотелось бы, поэтому говорю только то, что вот есть, как бы, базак. Далее. Вы пиздец, что думать? Эээ, знаете, Светлана, вы... Уже думаете. И... Думаете вы только то, что, 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 сами хотите. Думаете вы только то, что, эээ, ну, укладывается в вашу картину мира. Когнитивную, так сказать, эээ, фигуру. Всё. Поэтому, что думать, то, что вот вы думаете, то и думать. Исходя из того, насколько вы знаете своего молодого человека и так далее. Далее вы спрашиваете, это конец? Эээ, да. Скорее всего, это конец. Эээ, либо мужчина, если он вернётся, эээ, как бы, даже при условии... Эээ, даже при условии того, что вы поработаете над отношениями, да? То есть при условии, что вы, эээ, ну, решите, эээээ, значит, ээээ, проблему, проблемы, которые у вас вот, ээээ, есть, да? Эээ, вот. Вот, даже если это будет решено, то всё равно мужчина, скорее всего, будет ставить какие-то условия вам. Он будет, скорее всего, говорить, что вот, как раньше было, я не допущу, если хочешь быть со мной, то, соответственно, там, ну, грубо говоря, делай так, как я сказал, да, либо мы с тобой расстаёмся. То есть, вот, опять же, скорее всего, скорее всего, ситуация, она будет именно такой. Вот, то есть, понимаете, там, где есть чувства, там, где есть чувства, там практически никогда нет, ну, нет разума. И наоборот, там, где есть разум, там практически никогда нет, к сожалению, чувств. И как бы здесь, здесь интерпретировать что-то происходит лучше всего можно именно так. Дальше идём. Ведь он же хотел расстаться. Он хотел расстаться, потому что у вас есть определённые проблемы, которые не решены. И через которые человек не готов, видимо, переступить через себя, чтобы быть с вами. Может, соскучился и передумывает, может быть, а может и нет, мы не знаем. Есть ли вообще какой-то шанс? Ну, опять же, это из области предположения. Шанс я всегда, но для этого вам нужно менять своё поведение. То есть, самой менять. Чего делать точно не стоит. Не стоит на него давить, не стоит писать, не стоит что-то от него требовать, не стоит наручать его личные границы. И, наверное, не стоит заводить речь об отношениях сейчас, в любом случае. То есть, мы его только от себя оттолкнули. Сколько разы мне может занять время на неделю две годы? Не знаю, потому что я не знаю вашего молодого человека. Я не в курсе, что это человек. Вот. По опыту, опять же, я могу сказать, что такие решения, они, как бы, проявляются, да, вот именно подчеркну, проявляются такие решения. А, как правило, не вербально. То есть, вербального проявления решения, скорее всего, я не говорю, что у вас так будет, но, скорее всего, вербального проявления решения не будет. Потому что человек, опять же, повторюсь, скорее всего, вам об этом напрямую не скажет. Человек, скорее всего, будет просто действовать так, что вам будет понятно, что он уже решил. И вот здесь, вот здесь, как бы, если вы готовы ориентироваться на себя, да, если вы готовы быть, ну, если вы доверяете себе, то важно почувствовать, что мужчина, вам транслирует, и ориентироваться именно на это. Не пытаться за счет него, да, получить определенность для себя. Если вы понимаете о том, где прежде. Вот, в принципе, в принципе, так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Небольшой такой постскриптум будет. Очень важно, чтобы мужчина почувствовал, что он для вас не является центральной фигурой. То есть, очень важно, чтобы для мужчины сейчас вы не выглядели, как кто-то, кто думает только о нем. Еще раз повторюсь, необходимо очень тщательный разбор, как вашей позиции в отношениях, потому что что-то происходит вполне может быть вашим негативным родительским сценарием, направленным на запрет отношений и семьи. И тщательный разбор проблем, из-за которой появилась затяжная ссора. Ну и личная ответственность. То есть, личная ответственность, это вот то, чего вам не хватает в данном контексте очень сильно, потому что вы говорите затяжная ссора, но, извините, в этой затяжной ссоре участвовали в том числе и вы. И вот вам из этой ссоры, из общей ссоры, нужно выделить свою ответственность, что я делал, как я ссорилась и к чему это прибило и какие у меня были мотивы. То есть, вот чтобы управлять именно своей половиной ответственности в любом конфликте, в любом каком-то вот недопонимании и так далее, и так далее, и так далее. Вот это вот. На этом всё. Удачи вам, всего доброго. Я рекомендовал бы, конечно, несколько консультаций с психологом. Там, ну, тот вопрос, который вы знаете, это вообще проблему не решает, в принципе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...